Светлана Федодеева Светлана Федодеева Светлана Федодеев Светлана Федодеев Спасибо, Светослав. Мы продолжим следить за развитием событий. А прямую трансляцию заседания вы можете посмотреть на телеканале Х24. Тема патриотизма актуальна для Севастополя. Так, вчера вечером здание правительства приобрело новую подсветку. Фасад украсили цвета российского триколора. В установке светодиодной подсветки участвовали сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю. Напомним, ранее на площади Нахимова развернули флаг Российской Федерации размером 50 на 15 метров. Акцию приурочили ко дню назначения даты референдума о воссоединении Севастополя и Крыма с Россией. Сегодня Дмитрий Овсянников проводит встречу с журналистами региональных и федеральных СМИ. Тема – обсуждение итогового отчета с законодательному собранию о работе правительства Севастополя и реализации стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. На встрече находится наш корреспондент Марина Кравцова. Подробный репортаж смотрите в следующих выпусках новостей. Теперь к другим темам. Как департаменты справляются с размещением госзакупок? Говорили на совещании в правительстве Севастополя. В числе встающих – департамент капитального строительства. Кроме того, обсудили поддержку учреждений культуры и образования, а также поощрение специалистов. Елена Карнаухова подробнее. Чаще награждать достойных севастопольцев. Губернатор города Дмитрий Овсянников дал поручение руководителям департаментов активнее выдвигать претендентов на награждение. Глава Севастополя напомнила о необходимости поощрения специалистов за хорошую работу. Коллеги, я всех ориентирую усилить работу в этом направлении, отметить заслуги всех, не только в виде подвездочных учреждений, там, где работают, а в виде государственных, частных компаний, любых сфер деятельности, там, где есть соответствующие звания, почётные грамоты, знаки за заслуги перед Севастополем. На совещании обсуждали и финансовые темы. Департамент капитального строительства не разместил планы закупок на сумму почти 5 миллиардов рублей. Отсутствует заключение государственной экспертизы по больнице скорой медицинской помощи. Не получен технологический ценовой аудит по городской инфекционной больнице. На сегодня не завершены проектные работы по девяти объектам. Департамент капитального строительства – единственный из отстающих. В остальных 26 органах власти показатель выше 95%. На совещании также обсуждали поступления из федерального бюджета. На 2018 год Севастополю предоставлено 25 субсидий на сумму свыше 12 миллиардов рублей. По состоянию также на 6 марта из 25 субсидий с федерального бюджета порядки утверждены по 24. То есть в работе одна субсидия на реализацию отдельных мероприятий госпрограммы Российской Федерации о развитии здравоохранения. Ещё одной темой стало расширение детского оздоровительного лагеря «Горный». Планируется приобрести пять новых корпусов общей стоимостью 20 миллионов рублей. Это позволит увеличить вместимость лагеря на сотню мест. Также обсуждали поддержку библиотек, в частности приобретение литературы. Библиотечный фонд уже увеличился на 33 тысячи книг. Ведётся работа по подключению библиотек к интернету. Кроме того, в этом году выделят больше миллиона рублей на оснащение домов культуры в посёлках. В планах приобретение музыкальных инструментов. На конкурсной основе отобран культурный комплекс «Корабел». В его состав входит шесть сельских клубов. Елена Карнухова и Сергей Котляренко. Информационный канал «Севастополя». В США завершилось досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Избирательные участки организовали в десяти городах. В Бостоне, Олбане, Филадельфии, Майами, Атланте, Чикаго, Миннеаполисе, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелесе. По словам представителей Генерального консульства нашей страны в Сиэтле, голосование прошло без инцидентов. Напомним, 18 марта россияне смогут проголосовать в других городах США. В Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне. Перейдём к теме ремонта дорог. В соответствии с государственным заданием на 2018 год по содержанию и строительству дорог проходит полномасштабное восстановление дорожного покрытия во всех районах. Технологии используют современные. Что такое струйно-инъекционный метод и где дороги перекладывают полностью, узнал Михаил Кумбров. Дорожное покрытие на улице Токарева ремонтируют с помощью новейших технологий. Струйно-инъекционный метод применяется для небольшого ямочного ремонта и заделки неглубоких трещин. Он позволяет выровнять поверхность дорожного полотна. Для выполнения таких работ в этом году «Севавтодор» получил два автомобиля с установкой типа «Патчер». В отличие от классического метода ямочного ремонта, данная установка позволяет выполнять ямочный ремонт даже при отрицательных температурах. Также она не требует подготовки. Порядка семи раз она экономичней. И, соответственно, срок устранения ямочного ремонта гораздо быстрее. После предварительной обдувки, удаления пыли и грязи в яму заливают смесь специальной эмульсии и щебня. Всего за пару минут этот состав способен залатать дорожную неровность. Таким способом уже в марте будут отремонтированы улицы нескольких районов Севастополя и населенных пунктов. А в селе Терновка на улице Чакылмале идет капитальный ремонт дороги. Здесь «Севавтодор» планирует завершить работы до конца недели. По данному объекту выполнялось фрезерование покрытия устройства выравнивающего и слой покрытия протяженностью 510 метров, порядка 2000 квадратов общей площади. На сегодня мы заканчиваем асфальтирование последнего участка и остаются у нас устройства обочин. Степень готовности 90%. Эта улица станет первым дорожным объектом, построенным в этом году. Михаил Кумбров, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Другим темам. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. В преддверии даты в Севастополе объявлен месячник противодействия заболеванию. В городе проходят дни открытых дверей, противотуберкулезном диспансере и других медучреждениях. Все желающие могут пройти обследование. Также будет организована работа передвижных флюорографов. Кроме того, организовывают образовательные акции для населения. А с 26 марта по 5 апреля будут проводить курсы для терапевтов с целью расширения знаний по ранней диагностике туберкулеза. Благодаря профилактической работе в Севастополе заболеваемость снизилась на 4%, а смертность почти на 40%. Сейчас на учете порядка 600 человек в активной фазе заболевания и около 3000 в пассивной. В департаменте здравоохранения отмечают, город полностью обеспечен противотуберкулезными препаратами и необходимым оборудованием. В 2017 году Минздрав федеральный закупил нам на 15 миллионов препараты. И мы сами закупили за счет средств местного бюджета на 13 миллионов. Кроме этого была еще отдельная целевая субсидия на 4 миллиона для закупки реагентов для аппарата «Дженэксперта» и аппарата «Бактек». То есть финансирование достаточно неплохое. Далее о праздниках. В Севастополе готовятся к празднованию четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. 14 марта на митинге-концерте на площади Нахимова выступят Олег Газманов, группа Любе, хор Турецкого и другие артисты. Посетить мероприятие может и президент Российской Федерации Владимир Путин. Подробности узнала Катарина Вербицкая. На главной площади города идет подготовка к празднованию четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Рабочие монтируют современную сцену. Уже почти готов каркас сооружения. Это будет концертная площадка, где номера звезд российской эстрады будут перемежаться выступлениями севастопольцев, крымчан, участников событий 2014 года и должностных лиц, гостей. По данным информагентства РБК, в митинге примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Как сообщает портал, информацию о планах посетить город подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В этом году концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, пройдет в два раза масштабнее, о чем говорят и размеры самой сцены. Все материалы и комплектующие для нее привезли из Москвы. Обычно эта сцена принимает артистов на Красной площади. Для севастопольцев споют группа Любе, Олег Газманов, Денис Майданов, хор Турецкого, арт-группа Сопрано, Вика Цыганова и группа Декабрь. Концерт состоится 14 марта, а выступление артистов начнется в 18 часов. Вход открыт для всех. Вероприятия завершат салютом над акваторией Севастопольской бухты. О том, как готовиться к празднику, узнали Катарина Вербицкая и Павел Булгаков. Информационный канал Севастополя. Мобильный интерактивный театр «Мягкий знак» отправится в гастроли по Севастополю. Это не просто театр, а социальный проект. Реализовать идею удалось с помощью средств президентского гранта. Поставили спектакль в гостях у Ивана и разработали для него мобильный театральный комплекс. Интерактивная сказка «Квест» рассчитана на детей от 5 до 12 лет. В постановке задействованы профессиональные актеры с педагогическим опытом. Спектакль в гостях у Ивана состоит из трех этапов. Сначала действие разворачивается вне конструкции театра, затем внутри мобильного комплекса. После проводят театрализованные субботники. С апреля по июнь артисты сыграют 20 спектаклей от Качи до Орлинова в 10 учреждениях культуры. На один спектакль смогут попасть не более 25 человек. Именно столько вмещает конструкция. Чтобы поучаствовать в сказке «Квесте», необходимо зарегистрироваться на сайте театромягкийзнак.рф. Вход бесплатный. Какой смысл мы несем этой сказкой? В первую очередь, это экопросвещение. То есть мы учим детей любить природу. Учим их обращаться с неорганическим мусором. Стараемся делать это ненавязчиво, как-то мягко, символами, образами, с помощью театральных технологий, чтобы это не вызывало отторжений. И эффект получается колоссальный. Ребята несут это знание дальше. К новостям спорта. 10 марта на стадионе 200-летия Севастополя прошел открытый турнир по регби среди любительских команд. Собрались спортсмены из Севастополя, Симферополя и Саратова. Эти соревнования приурочили к годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Подробности в следующем сюжете. Спортивно-патриотическая акция «Возвращение в родную гавань» в этом году включает и соревнования по регби. Эти состязания стали уже традиционными. С каждым годом география расширяется. Так в 2018 турнир впервые принял гостей из Саратова. По словам организаторов, началом стал первый регбийный матч между севастопольскими командами. Он приурочен к первой годовщине возвращения Севастополя и Крыма в состав России. Тогда было много зрителей, приехали ночные волки поприветствовать команды. И эта традиция, так сказать, распространялась дальше. И сейчас уже четвертый раз мы проводим этот традиционный турнир. Этот вид спорта зародился в Англии в 19 веке и стал основоположником таких дисциплин, как регби-линг, австрийский и американский футбол. Задача каждой команды – результативное действие в атаке, поражение ворот или занос мяча в зачетную зону противника. При всей кажущейся жестокости и борьбе на поле игроку не обязательно обладать мощной комплектацией и вступать в единоборство. Для регби не имеет фастические позиции. Комплекция – большой ты человек, маленький ты, высокий ты, низкого роста. Без разницы. Каждый занимает свою позицию. Силовой вид спорта и игровой вид спорта. То есть мы тренируемся разнообразным способом, той же самой борьбой, тем же самым с мячом на поле бегаем. Развиваем различные качества, такие как выносливость, силовые качества. Формат этого турнира – круговая система с зачетом. Команды в течение двух дней провели матчи друг против друга. В последний день соревнований определился победитель – симферопольская команда «Крымские волки». Наши команды на втором и четвертом месте. Саратовский коллектив стал третьим. Дмитрий Дудко, Михаил Кумбров, Павел Булгаков. Информационный канал «Севастополь». Мы продолжаем следить за успехами наших спортсменов на паралимпийских играх в Пхенчхане. Сегодня отличились российские биатлонистки. Михалина Лысова завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке среди атлетов с нарушением зрения. Марта Зайнулина стала серебряным призером игр в биатлонской гонке на 10 километров. Бронза досталась россиянке Ирине Гуляевой. После успешного выступления наших спортсменок у сборной России 8 медалей – 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых награды. Напомним, паралимпийские игры завершатся 18 марта 2018 года. Селфи делают не только люди. Два императорских пингвина сняли себя сами на видео. Птицы случайно обнаружили на льду камеру участников антарктической экспедиции. За несколько часов видео в интернете просмотрели более 30 тысяч раз. По словам участника исследовательской группы, ингпингвины любопытны от природы. И это не первый случай селфи этих птиц. Так, в 2013 году субантарктический пингвин случайно сделал эпическое фото с открытым клювом. А в Севастополе для пингвинов уже слишком тепло. В городе от плюс 6 до плюс 15. Переменная облачность, возможно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный – 7 метров в секунду. Наш выпуск новостей завершен. Сообщить актуальную информацию вы можете в редакцию нашего телеканала по телефону 54-51-12. Больше новостей на сайте xtv.ru. С вами была Светлана Федодеева. Оставайтесь на телеканале Икс. Субтитры создавал DimaTorzok